Архангельские полицейские задержали группу мошенников. Они ходили по квартирам и, представляясь сотрудниками Облгаза, предлагали купить у них газоанализаторы. Стоимость прибора одна-две тысячи рублей. Аферисты продают их в три, а то и четыре раза дороже. В настоящее время они подозреваются в пяти таких случаях. Данные граждане, предъявляя удостоверение сотрудников одной из специальных служб, предлагали гражданам установить в их квартире приборы учета газа. После чего, получая доплату, скрывались и заявленных работ не проводили. Сотрудники полиции рекомендуют внимательно смотреть удостоверение незваных гостей и, если есть сомнения, не открывать дверь. Котлас сегодня остался без воды. Ее отключили в восемь утра и подадут только в полночь. Все из-за планового ремонта. На главном водоводе меняют трубу. Котлашана повестили заранее. В образовательных учреждениях сегодня выходной. Больницы создали резервный запас воды и работают в обычном режиме. У нас экстренные службы, они, понятно, круглые сутки работают. И сам горводоканал все на рабочих местах, то есть все силы организованы в рабочее время. Поэтому совместно вместе с горводоканалом было принято решение на вторник в рабочее время провести отключение. Коклы, расписные узоры, пряничные моржи и льдины. Каждый сувенир изготовлен в северной тематике. Все это будет представлено на выставке в гостиных дворах, которая будет работать во время проведения арктического форума. Гостям предложат не только смотреть, но и пробовать экспонаты. Например, необычный витаминный напиток на основе северных ягод. Все эти продукты, они имеют определенные лечебно-профилактические свойства. Одни продукты используются для акклиматизации и адаптации людей, которые пребывают в экстремальные условия труда и экстремальные климатические условия. Другие продукты приспособлены для того, чтобы использовать их в период полярной ночи либо в период полярного дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соответствующие законопроекты о продлении, индексации и расширении спектра использования мат-капитала могут быть представлены в Государственную Думу уже этой весной. В региональном отделении молодой гвардии «Единая Россия» назначен новый руководителем стал Станислав Косач. Он является членом молодой гвардии с 2009 года. Приоритетом для себя Станислав определил реализацию проекта «Медиагвардия». Его суть – вести борьбу с противоправным контентом в интернете. Все мы, к сожалению, слышали о противоправном контенте в сети интернет. Это и группы «Синий кит» и так далее. Это и различные распространения противоправного контента. Соответственно, все это наша задача – убрать и истребить с территории интернета, и в частности в Архангельской области. Наш земляк, конькобежец Александр Румянцев, вновь поднялся на пьедестал почета, на этот раз на чемпионате России, который прошел в Челябинске. Мастер спорта международного класса стал серебряным призером соревнований. Александр успешно пробежал две дистанции чемпионата – 5 и 10 тысяч метров. В Новодвинске прошло первенство города по спортивной гимнастике. Соревнования проводятся в память о тренере Валерии Барсуковском. Состязание собрало 36 гимнасток из Новодвинска и Архангельска. Спортсменки выступали на четырех снарядах – опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. Мне нравится гимнастика, потому что мы выступаем. Для меня самый сложный снаряд – бревно. Больше всего мне нравится прыжок. Там очень интересно, когда ты прыгаешь в стойку. В общем зачете сборная Новодвинска завоевала пять золотых медалей. У гостей из Архангельска всего одна медаль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова